Концерт в ритмах 20-го столетия прошел в Театре Астана-Опера. Прозвучали сочинения ярких представителей музыкального искусства 20-го века, живших и творивших в разных Америках. Игорь Стравинский в Северной, Астер Пит Соло в Южной. Композиторы оставили миру гениальные творения в двух разных музыкальных направлениях неоклассика и стиль танго-нуэво. В основном, в частности, мало исполняется музыка 20-го века. Современная музыка. Я могу с уверенностью отнести 20-й век, потому что это все равно современный язык, наш язык, нашего времени. В 20-й век он всегда будет нам близок. Тем более, это композиторы, ставшие практически уже классиками. Это Стравинский, Пит Соло. Прозвучала сюита из балета «Пульчинелла». Первое произведение неоклассического периода Стравинского. Музыка о перголезе стала вдохновляющим источником его фантазии. Он бережно включил в свою партитуру отдельные ритмические формулы из музыки великого неаполитанца, но в ином гармоническом наряде. Имя Астера Пьицолы хорошо известно поклонникам страстного аргентинского танго. Именно он сумел превратить народное танго, высокое искусство, в современную классику. Цикл «История танго» — это новое звучание танго, вобравшего в себя лучшие элементы джаза и классической музыки. Австралийский балет представил постановку «The Hum». Это новое хореографическое творение, созданное Дэниелом Райли, художественным руководителем австралийского театра танца. Постановка основана на осязаемой, но невидимой творческой связи между исполнителями, оркестром и публикой. Она объединила артистов австралийского театра танца и австралийского балета. Это редкий случай, когда участники двух балетных компаний работают вместе, чтобы создать новое пространство для общения и творческого поиска. Рейкс-музеум провел обширные работы по реставрации редкого голландского лакированного шкафа XVII века. Был разработан метод удаления густого лака, скрывавшего богатство первоначальных декоративных слоев. Поврежденные участки черного лака были заретушированы. В видео, опубликованном на YouTube, реставратор Элис Андерсон рассказывает о нелегком процессе реставрации, а старший куратор Рейнер Баарсен поведал историю этого редкого предмета мебели. В галерее Салсиры состоялось открытие персональной выставки Жолдыс Ибраимовой «Омиронер». Жолдыс Ибраимова родилась в 1988 году в городе Жаркенте. Закончила Алматинский художественный колледж имени Урала Танцекпаева. Недолго проработав в жанре классической живописи, после долгого жизненного кризиса пришла к абстракции через призму, которая выражает свое видение мира в ярких красках. Я закладываю свое мироощущение в этих картинах. Вижу все в ярких цветах, потому что в нашей жизни очень для меня недостаточно ярких оттенков жизни. Поэтому моя выставка называется «Омиронер». Так как мы проживаем свою жизнь, это и есть искусство. Всего на выставке представлено 17 работ, написанных в течение последних двух лет. Картины выполнены на холстах акриловыми красками, что как нельзя лучше подходит для стремительного стиля создания работ. Ведь цель автора – тотчас запечатлеть возникшие в сознании образы. Стоит отметить серию светящихся картин, отдельные элементы которых мерцают в темноте. Все те цвета, которые я использую в своих картинах, я замес красок делаю сама. Цвета создаю сама. И когда я написала свою первую картину, одну из первых, я посмотрела, и мне чего-то не хватало. Я такая думаю, почему бы картина не несла ту эстетику и красоту ночью. Идея заключалась в создании картин, которые будут доступны для созерцания как при дневном свете, так и в его отсутствии. Работы авторы доступны к просмотру для всех любителей современной живописи в галерее «Салсеры» до 11 июля. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 15 июня в Театре имени Жантурина пройдет комедия «Продайте мужа». 15 июня в Зале Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова состоится концерт эстрадно-духового оркестра Акмолинской областной филармонии. 15 июня Талдыкурганский драматический театр имени Римовой отметится спектаклем «Ревизор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова